привет как дела норм отлично ну что раз ты не идешь в больнице на медосмотр больница в моем лице пришла на медосмотр сама к тебе так так что никуда ты не отвертишься медосмотр пройти придется да вот не преимущество платной медицины так 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 сегодня нас ждет ряд тестиков в принципе ничего особенного как и в больнице но только у тебя дома глаза слух пульс давление о нет я не взял манометр так что давление мерить не будем ну и там пару простых тестиков один из них мой любимый тест на сообразительность да сам энштейн его придумал да я шучу нет конечно простой математический тестик давай начнем не будем долго тянуть кота за одно место ну за хвост естественно так давай измерим пульс я засеку время давай руку ну давай левую все пульс порядке ну на сердце никогда жалоб не было твоей страны да так 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 сейчас проведем тест на сообразительность приготовимся это будет очень сложно математика отними 6 от сотни до 6 из 100 вычете теперь еще раз 6 на этот раз отними 4 а теперь вычти 10 74 все правильно молодец ничего сложного а слава я пошутил конечно так теперь смотри будем делать тест на память да да это мы такой не делали это что-то новенькое я недавно сам сочинил да нет шучу это просто новые распоряжения ну как я уже говорил преимущество платной медицины так смотри что я буду делать в каждое ухо я буду шептать по три слова на определенном расстоянии от себя и тебе нужно их послушать запомнить и потом мне повторить ну давай начнем чайник чашка макароны макароны все верно ну да что и есть охота поэтому такие ассоциации помнишь раньше такой чувак был дирижабль забавный интересно что с ним сейчас стало так смотри сейчас будет посложнее сейчас я буду говорить по пять слов в каждое ухо нужно запомнить прям вот прям запомнить то одному и все повторить окей поменяем местами начнем об этом это раз отсюда чеснок батут апельсин барабан велосипед шикарно просто так инструктор мопед компот крокодил яблоко ананас да я тебя обманул слов было больше отличная память отличная так с этими тестиками закончили теперь давай протестируем зрение смотри что тебе сейчас нужно будет делать смотришь прямо головой не двигаешь я буду вот так делать фонариком а тебя можно будет следить только глазами не двигая головой за лучом фонарика может быть немного ярко видишь свет отлично поехали головой не двигаем ты прогулки шутки 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 Угу, теперь немного поближе, так, наверх, в сторону, вниз, вверх, и по диагонали, еще раз вниз, и по диагонали в другую сторону. Так, хорошо. Сейчас смотри на кончик вновя. Угу, отлично. Теперь смотри на середину моего лица, ну вот сюда, например, там, где кончик носа под маской. Не двигаем головой, не двигаем глазами, и нужно будет сказать, когда свет фонарика исчезает из поля зрения, и когда появляется. Угу. Смотрим, головой не двигаем. Видишь свет? Хорошо. Угу. Появился. Угу. Угу. Появился. Так, теперь вверх, вниз. Поехалились. Появился. Угу. Появился. Угу. Другой глаз, сидишь. Угу. Смотрим сюда. Ага. Смотрим. Появился. Угу. Угу. Считает. Появляется. Ну, это хорошо. Вообще. Угу. Ну что ж, со зрением все в порядке. Жалоб нет. Если устают глаза за компом, нужно купить специальные очки. Ну или меньше пялиться в монитор. Ну, если уже не получается меньше пялиться в монитор, то покупаем специальные очки. Так, с этим закончили. Поехали дальше. Сейчас я буду тебя трогать. И при этом попрошу сделать некоторые забавные упражнения. Поехали. Открой рот широко, насколько можешь. Нужцы, челюсти в порядке. Так, смотри. Теперь подними крови, как будто удивление на лице. Отлично. Теперь я наоборот на хмуре. Типа, сюда козло. Годится. Теперь надуй щеки. Хорошо. И напоследок высунь язык. Ну да, у меня не видно, а у тебя будет видно. И... Ага. Высунь и попробуй сказать А. Нет, я специально так делал. Мне просто нравится, как у людей не получается говорить А с высунутым языком. Поэтому это довольно-таки забавно. Ну что, с этим закончили. Поехали дальше. Сейчас будем тестировать слух. Угу. Это будет похоже на тест на память. Только в этот раз тебе нужно будет не запомнить слова, а услышать. Я буду стараться обмануть тебя. Да нет, шучу. Просто я буду говорить это в сторону. Чуть-чуть подальше твоего уха. Чуть-чуть подальше твоего уха. Карандаш. Дорога, карандаш. Вот, да. Сейчас я отодвинусь еще подальше и скажу по пять слов. М? Занавес. Кусты. Забор. Розетка. Облака. На три. На три. Годится? Майка. Шорт. Матрас. Томбочка. Зарядка. Угу. Отлично. Сейчас я немного потрогаю твои уши. Угу. Нормально? Хорошо. Так. Уши не болят? Угу. Ну, со слухом у тебя все в порядке, так что. Угу. И второе. Так, ну, все отлично. Ушки чистые. Каких-то кожных заболеваний я не обнаружил. Все окей. Так. Ну и давай еще раз. По общему состоянию. Как бы... Насколько? Оцениваешь свое состояние от одного до пяти, где один это... Я унылая говняшка. И... В пять. Я супермен. На три целых три десятых. Забавно. Ну и по моей шкале это где-то... Человек-паук на пенсии, скажем так. Так. Почему же такая невысокая оценка, скажем? Что-то тревожит. Ага. Сон. Сон это одно из величайших изобретений эволюции. Так что кто не спит, тут лалка. Спать надо всегда. Так что никаких мобильных, никаких компьютеров. Перед сном синий свет, он мешает выделению мелатонина. Способствует снижению выделения этого гормона и нарушается ритм из сна. Поэтому плохо спят люди, которые учатся в комнате перед сном. За час до сна ни телефонов, ни компьютера, ни телевизора. И все. Ну а если есть какие-то прям глобальные проблемы, то вместо снотворного, опять же, идем в аптеку, покупаем мелатонин. Ну ладно, давай запишусь. Не запомнишь. Мелатонин. Продается без рецепта. Сейчас есть такие таблеточки, их не надо запивать водой. Они жевательные. На вкус фруктовый. Ну там разные есть клубники, апельсин. Можно рассосать, можно разжевать. И все. Никакой водички не надо. Съел таблетку за полчаса до сна. И все. Давай запишу. Какие-то пожелания будут? Нет? Хорошо. Ну, повторюсь еще раз. Никаких мобильных. Никаких компьютеров. Ну, а мне пора сработать. Дела не ждут. Пока.